Всем привет! Сегодня 10 января 2021 год, Киевская область, моя теплица и цимбидиумы, которые мелькали в предыдущих обзорных видео, когда я показывала свои цитрусы-экзоты. После этого мне задавали вопросы, в чем растут, как растут, какие условия. Вот решила с вами поделиться. Опыт у меня, конечно, небольшой, но есть успехи, положительная динамика, поэтому могу вам рассказать именно о том, как я выращиваю их у себя, какие у меня условия, грунт, полив и так далее. А вот начнем, например, специально вот не стала еще пересаживать один цимбидиум, для того, чтобы на наглядном примере вам продемонстрировать. Значит, смотрите, вот у меня цимбидиумы, которые я уже пересадила, и вот цимбидиум, который готовится к пересадке. Значит, цимбидиум – это надземная орхидея, которая довольно-таки непроста в уходе и очень-очень отличается от того же фаленопсиса, который, я считаю, вообще беспроблемной орхидеей совершенно. Выращивать фаленопсис, мне кажется, получится практически у любого, но цимбидиум намного сложнее. Значит, он не переносит прямые солнечные лучи, он не любит жару, значит, ему для цветения, ему необходимы перепады температуры, и также ему нужна совершенно-совершенно другая почва и совершенно другие горшки. То есть, также он не любит застоя воды в грунте, в горшке. Значит, ну, начнем по порядку. Допустим, вот смотрите, получаете вы цимбидиум, вы приобрели растение, значит, вы должны его, естественно, какое-то время, это желательно, я бы даже сказала, обязательно, он должен у вас привыкнуть к вашей обстановке, к вашей атмосфере, к вашему климату, вашего, ну, этого места, там, где он будет уже в дальнейшем содержаться. То есть, я рекомендую его несколько дней вообще не трогать. То есть, вот вы его купили, распаковали, поставили, пусть постоит. То есть, он немножечко там каких-то пару дней, ну, у меня бывает и пять дней, пока я там соберусь пересаживать, бывает иногда и неделя, но не сразу, в любом случае, не сразу. После этого вы его вытаскиваете из горшка и осматриваете корневую систему. Значит, вот корневая система вот так вот выглядит. Этот цимбидиум у меня легко вытрусился из вазона, вот с этого черненького, вот сейчас на нем он стоит. Значит, вот эти вот, которые я уже пересадила, пришлось мне разрезать пластиковые горшки, поскольку они даже уже и деформировались, и скривились. То есть, очень-очень сильно корневая, аж прямо расперла, его заполнила. Вот, пришлось разрезать, потому что цимбидиуму, корневую систему без надобности, если нет необходимости хирургического так называемого вмешательства, то лучше корневую систему не нарушать. То есть, постараться это сделать максимально аккуратно. Значит, после того, как вы его вытащили, вы его осматриваете. Значит, корешки должны быть плотные. Вот вы их трогаете, они тверденькие. Они должны быть вот такие вот светлые и плотные. Вот просто вот твердые-твердые. Это говорит о том, что корешки здоровые, что корневая в хорошем состоянии. Вот. Так вот внизу. Значит, здесь мы ничего не режем, здесь мы ничего не обрезаем, не вырезаем, не трогаем. Просто аккуратно вытащили, ну и готовимся к пересадке. Если же, вот у меня есть такой один цимбидиум, это такая, знаете, уценка, уценка, приуценка. Такая совсем, совсем даром. Вот. Значит, здесь я вам покажу, специально не выбросила. Вот он рос в зоржке. Вот такая вот была мочалка. Значит, здесь корни, на ощупь все, абсолютно все, они мягкие, пустые, видите. Вот такие вот корешки. Ну, в общем, сдохшие, говоря прям простым языком. И сгнившие бульбы. То есть в этом горшке была всего одна целая бульба. Она целая, конечно, поврежденная, но не критична. То есть я ее осмотрела, залезла и там максимально так заглянула ей в серединку. Она, конечно, выглядит неважно, но шансы у нее есть. То есть я ее обрезала, все корешки я ее высвободила. Из общего этого кома трухлого, значит, корешки все осмотрела. Обрезала их до живого. После этого, что мы делаем, значит, это касается и целой корневой системы, и поврежденной. Есть такой препарат, называется триходерма. Мне он очень нравится. Это для, вот написано, для защиты растений от болезней. Значит, это раствор, он не только для орхидеи, он, как видите, для всего на свете. Он здорово обеззараживает грунт, обеззараживает корни. Тут по инструкции, по-моему, тут 15 грамм, значит, в пакетике. 3 грамма на литр воды. Замачиваете буквально на 5, максимум на 10 минут, не больше. Цимбидиумы не замачиваются так, как фаленопсисы, который можно в воде оставить на сутки, на ночь, господи. Еще с ним не будет. Потом обратно его вернули, воду слили, вернули его там, где он растет, в кашпо там или где там. Вот, и, в общем-то, и все. С цимбидиумом не так совершенно. То есть, тут и по поливу совсем другая ситуация. Ну, вот поконкретней, значит, замачиваете на 5-10 минут. Значит, и корневую целую, и корневую поврежденную. После того, как, ну, вы замочили, вытащили из этого раствора, значит, немножечко дали подсохнуть там в течение получаса, буквально, просто, чтобы вода постекала вся. Значит, потом поврежденные части, поврежденные там места, где вы вырезали бульбу. Бульба, вот, смотрите, если кто не знает, это вот такая псевдобульба называется. Вот она, вот так она выглядит здоровая, когда она здоровая, когда она красивая, не сморщенная, не гнилая. Вот такая вот она хорошенькая. Вот так выглядит бульба приболевшая. Так, для сравнения. Ну, соответственно, вот здесь тоже можно посмотреть. Вот здесь вот эти поврежденные листики обязательно удаляются. А также отсвелший цветонос тоже необходимо вырезать. Значит, после этого вы срезы, все срезы, которые, все повреждения, притрушиваете толченым, активированным углям. После этого производите посадку. Значит, касательно горшков для цимбидиумов. Значит, у меня, конечно, есть, ну, основная масса у меня сейчас матовых, они не прозрачные, но вот такие вот матовые пластиковые горшки. Еще раз вам покажу. То есть корням цимбидиума не нужен прозрачный горшок. В принципе, ну, вообще он им не нужен и нежелателен. Значит, вот такие вот горшки. В идеале, конечно, как я видела вот на иностранных сайтах, продаются. Я у нас не видела таких вазонов. Тоже высокие, так как корневая у цимбидиума больше как бы в высоту растет, чем в ширину. Она в ширину, конечно, тоже развивается, но в большей степени, конечно, в высоту. Они тоже вот такие вот высоковатые. Значит, глиняные. Идеально, конечно, расти в глине. Во-первых, глиняный горшок цимбидиум не разоплет своими корнями. Во-вторых, он все-таки как бы через него, ну, он более живой, он дышащий. Вот также в этих горшках, которые вот иностранные такие, импортные, продаются, то, что я видела, там даже по периметру и даже в форме рисунка. Вот здесь вот в стеночках тоже есть дырочки, отверстия. Они так вот бывают красиво расположены. Вот в данной ситуации что сделала я? Я досверлила, это у меня кашпо, тут была верхушка, я ее, ну, вытянула, вытащила. Значит, в дне просверлила, прожила, вернее, прожила паяльником я отверстий. Немного там прилично так насверлено у меня в дне дырки вот такие. И по периметру тоже я сделала, тоже вот такие вот прожила отверстия. Для того, чтобы оно лучше проветривалось. Далее, что мы делаем? После этого насыпаем на дно дренаж. Дренажом может служить все, что угодно. Битые кирпичи, керамзит, камешки, те же разбитые горшки. А еще забыла вам сказать, в чем еще проблема глиняных горшков. Даже если вы найдете, пусть не такой, но что-то приблизительное. В процессе того, когда разрастется цимбидиум, а он пересаживается, он любит тесные горшки, ему не нужен простор. Значит, он для того, чтобы его потом оттуда вытащить, а пересаживаются они раз в 2-3 года. В зависимости так, как они у вас растут. И просто керамический горшок, из него без потерь цимбидиум вытащить невозможно. То есть, его разбивают. Просто разбивают молотком, ну и все. Потому что корни, повторюсь еще раз, если это не такая вот суровая необходимость, что корни гнилые, поврежденные, и нужно их удалить. Если корень хороший, то желательно, конечно, его не нарушать, не трогать, не тревожить. Цимбидиум этого не любит. Значит, хотя есть такая практика, что для того, чтобы вместить его в горшок, со временем взрослый цимбидиум, даже частично корни ему, низ ему отрезают острым ножом, точно так же потом присыпают углем. Ну вот, и растет себе. Ну, конечно, он поболеет какое-то время, но не погибнет. В любом случае, гибели это не приведет. В общем, на дно, значит, продолжаем. На дно мы насыпаем дренаж. Дренаж где-то сантиметров 10, вот для такого горшка, например, у меня. Дренаж где-то у меня вот так вот. Вот. И после этого готовим субстрат. Субстрат представляет собой вот что. Вот лично у меня. Значит, я покупаю вот такой вот грунт Компасана. Мне он очень нравится. Я его, кстати, покупаю и для цитрусовых. Но он есть для цитрусовых, но это не принципиально. Можно точно такой же купить универсальный, все в него добавить, и тоже будет хорошо. Мне он очень нравится. Он очень воздушный. Он пухкий такой, вот очень легкий. Классный грунт. Значит, здесь орхидеи. Но, опять же, это орхидеи. Если вы возьмете его в таком виде, в котором вы его купили, то это только фаленопсисы, например. Ну, например, фаленопсисы. Опять же, для цимбидиума он еще не готов. То есть берете вот этот вот субстрат, значит, для орхидей. Ну, или этот, или какой-либо другой вы приобретете. Значит, туда можно добавить немного, небольшую часть листовой земли. Значит, тоже, чтобы она была рыхлая. Вот как, ну, из-под лиственных деревьев. Ну, опять же, я использую готовую. И у меня суглинок на участке. У меня такой земли здесь не найдешь. Поэтому я использую покупную. Вот, торфосмесь такую, так называемую. Значит, дальше обязательно, обязательно угольки. Вот такой вот уголь. Я покупаю готовый. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Вот он. Видите? Вот такие вот красивые угольки. Чистенькие. Значит, довольно-таки приличное количество. Вот, как вы можете заметить. Перлит крупной фракции. И мох с фагнум. Цимбидиуму грунт нужен более тяжелый, чем фаленопсисом. То есть, вот видите, такие вот идут добавки для того, чтобы больше задерживалась влага. Так как цимбидиум мы не поливаем замачиванием. Мы его поливаем, ну, из леечки, скажем так. Вот, как обычное растение. Но тоже есть нюансы. Значит, с фагном нужно ножничками порезать, для того, чтобы он хорошо по грунту распространился равномерно. Еще можно добавить камешки. Особенно хороша пемза. Вот так как она и в аэрации хорошо участвует. И тоже, в общем-то, влагу задерживает. Тоже неплохая штука. Значит, что еще? Есть еще, продается грунт. Вот это у меня, я купила попробовать. Здесь в этом грунте тоже содержится кора. Причем какой-то новозеландской сосны. Вот, потом еще тут тоже какие-то корни какого-то там мха. Значит, пролонгированное удобрение. Пемза. Значит, уголь. И гидротон, по-моему, называется этот минерал. Он тоже для аэрации и тоже для задержания влаги. Вот это вот покупной. Ну, в принципе, вот этот вот составной и самодельный, он тоже совершенно ничем не хуже. Значит, ну вот эти вот элементы обязательно. То, что я вам сейчас показала. То есть, если купить симбидиум, просто его запихнуть в обычную кору, насыпать туда песка или там еще чего-то. Ну, как бы я не знаю, что из этого получится. Я так не пробовала, но и не хочу. Я считаю, что если покупаешь такое растение, как правило, оно не дешевое, то и нужно как бы и потратиться для того, чтобы оно у вас росло нормально. Значит, вот такой вот мы приготовили грунт. Дренаж у нас уже насыпан. Высаживаем. Здесь, видите, уже посадила. Предварительно обрываем все некрасивые, некрасивые вот такие вот темные стебли, как я вам показала. Вот это вот все мы удаляем. Вот. Значит, цветоносы вырезаем, если оно уже отсвело в растение. Вот стараемся корневую не повреждать, еще раз повторюсь. Значит, ну, собственно говоря, вот у вас растение посажено. Значит, по поводу полива. Значит, по поводу полива. Недавно подсмотрела один такой лайфхак классный. Мне понравилось, по крайней мере. Потому что с цимбидиумом приловчиться в поливе очень непросто. Значит, цимбидиум не любит застоя воды, но он и не любит пересушки. То есть, следующий у вас полив должен... Вы должны так подгадать, чтобы земля просохла, но не засохла. Не засохла до сухаря. Потому что цимбидиуму, как пагубен залив для него, точно так же и пересушка. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Вот вы его польете. Значит, у вас оставшаяся вода стекла в поддончик. Поддончик обязательно слить. Ни в коем случае не оставлять на дне воду. Вот. И, опять же, какие, смотря у вас условия. У меня теплица, в которой высокий конденсат. У меня влажность больше 80%. Значит, температура в среднем у меня сейчас 10, 15, 13. Вот так вот где-то. У меня полив получается раз в две недели в среднем. Но, опять же, вот такая вот штука, как я вам сказала, что я подсмотрела на одном канале. Вот такие палочки. Деревянные палочки. Значит, я люблю китайскую кухню. Но не умею есть палочками. И учиться не хочу. И вот буквально даже недавно я заказывала. Вот. И мне привезли... Обычно я их выбрасываю всегда, эти палочки. Ну, если я ем вилкой, так зачем мне нужны? А это после того, как я это увидела, думаю, боже... Там как бы показывались просто палочки деревянные, типа шпажек. Ну, кулинарных. А я вспомнила, думаю, боже, мне же такие шикарные, прекрасные палочки постоянно мне привозят. Я их выбрасываю. Ну, вот я применять стала вот эти палочки. Чем они хороши? Значит, то, что вы же не сможете прощупать вот такой горшок вот на такую глубину, допустим, к середине. А палочка прекрасно с этим справляется. Вот я пролила, собираюсь уже их как бы наверх ставить уже на место. И видите, палочка вот сыренькая такая вот, влажненькая. Вот вы так вытащили, чувствуете, что палочка такая сырая. Значит, вы понимаете, что вам поливать нельзя. Ну, нельзя и не нужно ни в коем случае. Значит, когда палочка, вы достаете и палочка суховата, то как бы это сигнал к тому, что нужно бы полить. Ну, в принципе, конечно, тут еще и интуиция какая-то своего рода. Ну, что-то уже потом, со временем это все уже наработается. То есть я уже как бы понимаю, когда это нужно. Но палочки, на всякий случай, просто хочу проверить. Вот. Дальше, значит, триходерм я вам показала, в котором нужно замачивать. Или же в каком-либо другом, может быть, препарате, который вы приобретете. Может, вы не сможете купить триходерму. Я в комментариях вам напишу, у кого я покупаю в Украине. Значит, еще я купила вот такой вот препарат. Вот хочу его использовать вот сейчас вот конкретно с этой орхидеи. Мне интересно. Вот он называется глиоклодин. Значит, против корневых, при корневых гнили. Здесь таблеточки. Они при посадке на определенный диаметр горшка. Там рассчитана, там есть там инструкция. Вносятся эти таблеточки прямо в грунт. Ну, и как бы они там живут и распространяют обеззараживание грунта. Также, значит, вот эта вот дохленькая, полудохленькая бульба, которую я пытаюсь спасти. Еще я купила тоже новый препарат. Я его не использовала. Ну, поскольку как бы у меня такой сильно явной дохлятины не было еще. Значит, вот такой вот, видите, Микориза Гритвайт премиум. Она с триходермой и бактериями. Это активатор корнеобразования. Как он используется? Здесь вот такой вот песочек. Как пыль. Значит, при посадке притрушиваются, припорашиваются корешки, которые там остались, и грунт вокруг. Ну, и закапываете, и ухаживаете, как обычно. Значит, полив в зимний период цимбидиума, необходимо на бульбу лить нельзя. То есть нужно поливать леечкой вот тут по краю, по периметру. На бульбу лить не нужно, потому что все-таки сейчас температуры низкие. Грунт быстро не просыхает для того, чтобы бульба не начала гнить. Значит, зимой таким вот образом мы производим полив. Летом там уже можно, как говорится, вынести на улицу. Она и под дождем прекрасно не будет стоять. Вот у меня цимбидиум, который долго у меня не цвел. Вот этот второй после белого горшка. Вот стоит, видите, зеленый вот этот. Он у меня на улице с весны до осени протелепался. Я вообще просто его поставила в такое, знаете, место несолнечное. Он там себе вообще на него не обращала внимания, его осадками поливала. Только поддон нужно убрать, потому что, чтобы вода не скапливалась. Опять же, чтобы не было гниения. Ну, допустим, зимний период у нас растут цимбидиумы. Это понятно. Солнца у нас палящего нету. Дай бог, чтобы вообще хоть какое-то выглянуло. Вот, поэтому мы не боимся солнечных лучей, которые обожгут цимбидиумы. Летом, конечно, уже нужно место находить с рассеянным светом. Или же на постоянное место его определить. Но я в дальнейшем вам уже потом расскажу. Потому что это видео получится на час, если про все рассказывать. Сейчас по порядку. Сейчас зима, поэтому мы делаем вот так. То есть вот такой вот у нас полив. Значит, весной там уже поговорим дальше. Значит, по поливам. Значит, ни в коем случае во время цветения цимбидиумы не удобряются. Не брызгаются они никакими там спреями питательными. Ни под корень ничего вы не делаете. То есть не нужно ничего с ним делать. Это уже будет все весной. Ну, и очень важный факт. Это можно сказать, что это самый важный фактор для цветения цимбидиума. Это перепады дневных и ночных температур. То есть, если этого происходить не будет, если вы не сможете это обеспечить, плюс прохладную зимовку 10, ну, максимум 15 градусов. Никаких рядом батарей отопления ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, и влажность. Тогда у вас все будет хорошо и все сложится. То есть, грунт важен, полив важен, но для цветения важно, в большей степени важны вот эти вот перепады и температуры. То есть, если у вас есть такие условия, если у вас просто квартира и все, то я считаю, что с цимбидиумом связываться не нужно. Ну, если, может быть, в квартире есть какая-то такая комната прохладная, не знаю, ну, такое, как правило, такое не бывает. Везде одинаково тепло. Вот, но именно должно быть лоджия, которая слабо отапливаемая, ну, с регулируемой хотя бы температуры. То есть, в принципе, если занимаетесь камелиями, например, вот зимовка такая же точно, как у камелий, в общем-то, один в один. И где-то в чем-то и они схожи в плане вот летнего содержания тоже. То есть, ну, там грунт, понятно, у них там другой, там, кислый, ну, такое. Ну, тоже камелия тоже не любит прямые солнечные лучи, так как получает ожоги. У меня много камелий, они вот сейчас, кто-то цветет, кто-то готовится к цветению. Там у меня дальше на подоконник, может, кто-то не видел. Вот уже цветот у меня. Тут уже бутончики жирные. Влеклась на свою любимицу, обожаю. Сейчас у меня вот страсть к цимбидиумам тоже такая вот возникла. Значит, если у вас есть вот такие вот условия, как я вам сказала, то тогда смело заводите, вы, в принципе, приспособитесь. Купите сначала какую-то цимбидиум, такую недорогую орхидейку. Не надо сразу брать вот эти вот супер-супер навороченные, которые там по тысяче гривен даже есть, роскошные и не сильно распространенные сорта. Купите простенькую, купите им дорогую, попробуйте. Но, опять же, хоть она будет и простенькая, или она будет дорогая, все равно ей нужны условия, те, которые я сказала. Это перепады температур, это прохладная зимовка. Вот, и по грунту, по поливу, по вазонам. Ну, и борьба с вредителями, конечно. Этого никто не отменял, так как цимбидиум любит жрать все. То есть, это его и клещ на него может напасть, и червец, и все, что хочешь. Все вредители, которые бывают, они все обязательно на него попадут. Поэтому тоже необходимо следить за этим и обрабатывать. Ну, в общем, пока вот такая вот информация, видео и так получилось довольно длинным. Надо же, чтобы информация усваивалась, потому что если длинное видео, уже можно потом заснуть к концу. Там дальше уже задавайте вопросы, и дальше я вам расскажу про удобрения, какими я удобрениями пользуюсь. Ну, и там, как они, потом у меня на улице покажу, в каких условиях, что можно предпринять для того, чтобы они у вас росли, и вы меньше всего обращали на них внимание. То есть, они будут прекрасно себя чувствовать, но вы не будете вокруг бегать, прыгать, приседать и охотяхать. То есть, они себе будут, не доставлять не будет никаких хлопот. То есть, опять же, если получится такие, создать условия. Хотя, в принципе, как вот у меня все получается, потому что вот у меня как бы условия уже есть. Вот, потому что вот некоторые, допустим, люди говорят, ой, что там растить, господи, растет себе прекрасно у меня, да и все. Ну, значит, условия у вас такие. Значит, все у вас совпадает для них. Значит, то, что они любят. И то, чего они любят, у вас нету. Поэтому они у вас хорошо растут. Вот, поэтому и сложностей нету. Ну, вот, поэтому я вам говорю, что, чтобы не бороться с ветряными мельницами, а действительно получать удовольствие от выращивания этих цветов, то, конечно, вот нужно иметь то, что... Иметь или не иметь то, что я вам перечислила. Значит, если у вас есть вопросы, задавайте про цимбидиум и первое видео. Снимаю, честно говоря, даже не знаю, может, я еще что-то вам не сказала. Ну, значит, поэтому, если какие-то вопросы... А дальше уже буду вас держать в курсе, показывать, рассказывать, как и что у меня дальше происходит. Жду комментариев. Благодарю за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.